МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До последнего не осознаешь, что война там убивает. Потом уже потихоньку-потихоньку начинаешь въезжать в это все, когда руины, все горит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обычная семья, трое детей, рабочие. В школе учился, в техникуме учился, отучился. Потом в армию пошел, в срочную службу отслужил. После срочной службы на частной фирме работал. Потом женился. Перед призывом в АТО развелся. Пошел в АТО. В АТО вернулся, пошел работать на комбинат в карьере, работая. 4 апреля меня забрали на мобилизацию. Чуркасск, 1993-й год. Там два месяца мы просидели на полигоне. 28-го, если я не ошибаюсь, мая мы вышли уже в зону АТО. С 1-го июля, и с 1-го июня бригада уже официально принимала участие в АТО. И начинаю с Красноармейска, блокпост 9-й. Красноармейск, Розовка. Под Розовкой мы недолго простояли. Тогда первый раз нас обстреляли в минометы. Потом в Орловке стояли. С Орловки уже на штурм Песков и потом Пески. И 99 дней Песков. На штурм покойный капитан Голоди, командир 5-й роты заехал. У них одной БМП не хватало, экипажа не хватало. Он забирал одну БМП и добровольцы. Кто захотел, те поехали. Ехали, грубо говоря, даже представления не имели, куда мы едем. Ну, для чего мы туда едем. Нам сказали, что мы едем на штурм. Все, ну, нас бы как к этому толком не готовили. Ну, ничего, прошел штурм. Собрались мы на 5-м блокпосту. Правый сектор, Днепр-1. Мы 93-я бригада, получается, пехота была, танки были. Разделились на две колонны. Три колонны заходила. Одна заходила из Карловки. Мы из Тоненького заходили. И 4-й БТГР заходили из аэропорта. Зашли, вышли на перекресток, который до сих пор, наверное, наш остался. Так что мы, по-моему, и не продвинулись. Там встретились, Карловки, те колонны, которые заходили из Карловки, попали на республики мост. Республика мост не наша тогда еще была. Попали в засаду, они застряли. Мы прошли Торбичку, Донецк, прошли. Дошли до Бейкбордов, практически до Вольго-Центра. Нас там прижали. Потом была команда отступать. Мы отступили на перекресток. И потом на республике мост потеряли танк. Надо было вывозить раненых. Вывозили оттуда раненых. И потом уже полное отступление отступили. 21 июля 2014 года мы входили на штурм. А потом 24-го уже прошел полномасштабный штурм. Уже заняли тогда пески. А все пары оставили республику мост, бросили. И тогда захватили наши. Взяли тогда республику мост. В основном осознали, что прошел штурм уже, когда вернулись. Поняли, что было. Что и по нам стреляли. Как-то тогда уже начался этот командраж, волнение от этого все. Когда уже закреплялись в песках, тогда к Ивану на Черному попали. Он командиром у нас стал. И так. Потихоньку, потихоньку привыкли. Вообще, в зону АТО выходил, как командир зенитно-артиллерийской установки. А в песках уже командовал опорником клуб. По зову моей позиции был медведь. Вот стояли 99 дней в песках. Поначалу было даже было такое, что 3-4 недели могла быть. Тишина вообще. А потом, когда аэропорт уже начали хорошо крепить, нас же начинали пробивать. И обстрелы по нас усиливались. Но в основном было это, по ночам обстрелы. А потом уже пошло так, что и днем могли обстрелять. Было такое, что у нас целый день Д-30 накрывали. Просто целый день бомбили все пески и все. Человек такая зараза, что привыкает ко всем. Было такое, что замполит звонит. Когда надо идет, а эта бомбежка тоже, когда Д-30 нас бомбили целый день. Звонит этот замполит, говорит, это у вас там, говорю, да, у нас. Говорит, а что ты такой спокойный? Говорит, а что, говорю, волноваться. Говорит, Сашка вообще, больше варит стоит. Говорит, мины в 80-е, допустим, Васильки, то на них практически уже внимания никто не обращал. Они то падают себе, да, пусть падают. В 120-ке, то тогда уже поинтереснее уже. Там бахнет так бахнет уже. А Д-30, когда бомбили, это вообще жестко было. Домой хотелось. Просто хотелось домой. Побыстрее это закончить. Тяжело было, когда парней теряли, Ашаха потеряли. Вот это когда Д-30 нас бомбили, прибежали местные, сказали, что там местного посекло хорошо. Хлопцы пошли туда, на обратном пути накрыло их. Тезка вызывала, вызывала Ахаха по разу. Ахах не отвечает. Пошли искать. Они в гаражах спрятались. Ну, хлопцы спрятались вдвоем, контузило их. А Ахах с рации возле гаража сидел. Местного спасли. Ну, они же и спасли. Тяжело было раненых, убитых принимать с аэропорта. И же через нас вывозили раненых, привозили и убитых привозили. Олег Трофименко. Выезжал, он выезжал, он контуженный был, выезжал, он стоит. Мы с одного города, мы знаем друг друга. Я к нему подхожу, Олежа, Олежа, а он вообще не понимает, кто, что. Ну, это уже его когда заставили, погрузили, грубо говоря, насильно его погрузили, вывезли. Я был уже контуженный, раненый был. Приехала ротация, а медика у них нет. Он остался все равно, на вторую ротацию остался. В аэропорт хлопцы рвались. Знали, что там ад. А рвались только из-за того, что надо хлопца поменять, чтобы они отдохнули. Потому что даже пески, аэропорт, ну, пески-то уже тыл. Там уже спокойнее. Там не так часто, бомбят не так часто, стрелка дня работает. Даже хотя бы сюда, там, на 2-3 дня, там, на недельку вывезти хлопца сюда, чтобы они отдохнули. А что помогало держаться? Семья, друзья, дом. И хлопцы, что рядом были, каждый друг друга поддерживал. Дурковали, как могли. Ну, потому что без веселья никак. А в клубе ж стояли там, ну, музыкальные инструменты, там были, бандуры были, там, духовые какие-то инструменты, костюмы всякие у нас там. Ванька был, Снегурочка, а Ханя, Деда Мороза. И они по клубу ходили, всех поздравляли с Новым годом в октябре месяце. А потом мы нашли там усилитель стоит, колонки стоят. Ну, колонки развернули в окна, как положено. Утром кто-то генератор запускаем, напругу на колонки. И у нас сепары в гимн Украины слушали. И каждое утро, и каждый вечер четко. Ну, мы когда занимали пески, человек, то около 200, по-моему, местных жителей было там. Но пенсионеров оставалось. Носили, ну, кто от старости умирал там, местные, их носили кладбище, там где-то в районе аэропорта, они уже, вот это, их носили через посты, через наши, все там. Там пацаны же разминировали все, чтобы они же прошли, вернулись назад. А потом уже, когда там бомбежки сумасшедшие, аэропорта начались, там же на кладбище попадало, и все во дворах хоронили. Ну, за дом выносят, вот как тут могилу, там прям во дворе и хоронили. Потому что на кладбище некогда было попасть вообще. Смерти все боялись. Не боятся только дураки. А так все боятся. Страшно все равно, даже во время боя не страшно как-то. Даже смеяться успевали там, друг друга подкалывать, успевали во время боя. Потом уже, когда бой заканчивался, тут, конечно же, да, там мандраж начинается, уже осознавать начинаешь, что происходило. И начинаешь бояться. Потом выявили нас на ротацию, батальон наш вышел. После ротации остался одно наше, ну, с зенитно-ателористской батареей, осталось одно отделение, осталось в зоне АТО, они зашли с этим, с первым батальоном. А мы были уже, ну, в части были, и построили дивизион, одну батарею построили. И, говорит, надо 5 добровольцев в одно отделение поехать, хлопцев поменять. И, ну, так, неформальная же обстановка, мы так вот укругом стали, все же по отделениям, говорит, ну, принимайте решение, вас же заставлять никто не будет. Ну, кто хочет, ведь едет. Я к своим бойцам повернулся, говорю, говорю, что будем делать? Они говорят, Димон, ну, решай. А я, да ну, я же, я-то еду, говорю, ну, а вы же вас заставлять не будут. Все, командир, мы с тобой. Так и поехали. Мы выехали в зону АТО. Были в Тоненьком два дня. На второй день нас град накрыл. Ну, рядом с домом у нас попало, то, слава богу, дом не сложился. А потом нас вывели вообще на 15 километров в тыл. Мы всем звонили и замполиту, и командиру дивизиона. Давайте нас туда, наши хлопцы. Иначе четвертая рота стоит в воде. Надо, давайте мы к ним пойдем. Нет, все. Вы с вами отвоевали, сидите там. И то мы там чуть больше двух месяцев мы просидели там, и потом уже на день были поехали домой. Война не отпускает. Люди меняются. Оно хоть кажется, что ты вернулся такой, какой уходил. Более, можно сказать, агрессивный больше стал. Ну, вспыльчивый очень сильно стал. Перепады настроения дурные. Ну, здоровье немножко подшипнулось. Здоровье-то такое. Поначалу спал, тоже как демобилизовались, ну, два-три часа, четыре часа в сутки спал. Было такое, что вообще бессонница нападала, там, две-три недели в голове, вот такой бардак там. Не спишь вообще. Наверное, где-то через год я поехал с волонтерами съездил. Опять захотелось. Потом отпустил в госпитале. Вот невеста у меня из госпиталя разобрал. Говорит, вас, говорит, те, кто принимал участие, именно в боевых действиях, вас видно. Говорит, вы ходите не так. Говорит, в спортзал как заходите, вы как-то, говорит, муститесь так, чтобы выход было видно, окна все просматриваются. Поначалу громкие, ну, резкие звуки, там, допустим, там тот же самый фейерверк, там, не то, что там, вот, падаешь там или что-нибудь, просто, ну, ощущение паники такое. Раз, сразу начинаешь крутиться, смотреть там, ну, первая реакция, это раз, там, стена там, ямка какая-то уже там. Какие у вас планы? Жениться, ремонт дома сделать, ну, что, детей поднимать, да и все пока, далеко не буду загадывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова